На входе каждый получает идентификационный номер, чтобы можно было самостоятельно узнать результат в интернете. Десятиклассник Владимир Майоров – призер краевого этапа Всероссийской школьной олимпиады по географии. Участие в этнографическом диктанте – еще одна возможность проверить себя, планету, а также жизнь других народов изучает с раннего детства. Интерес пробудили родители своими рассказами. Кроме того, дома были глобус и карта мира. У меня предки разных национальностей, и мне было очень интересно именно вопросы в этом плане изучать. Свои корни, ну и, собственно, потом уже пошел-поехал по другим национальностям, этносам. Все такие разные, но при этом абсолютно у всех людей, у всех народов есть что-то объединяющее всех. При этом у каждого народа есть что-то перетекающее от иного в другое. То, что народы, проживающие вообще на разных концах земли, в разных полушариях, у них встречаются похожие обычаи. Например, пирамиды в Мексике, пирамиды в Египте, несмотря на то, что они в разных полушариях находятся. Этнографический диктант проходит уже в третий раз. Его организовали Федеральное агентство по делам национальности совместно с Министерством национальной политики Удбургской республики. В зале порядка 50 школьников. Здесь мы узнаем, насколько мы хорошо сами для себя знаем нашу богатую и необъятную страну. Насколько мы владеем теми знаниями, которые нам позволяют дальше идти в эту взрослую жизнь действительно гармоничным, умным и успешным человеком. За 45 минут необходимо ответить на 30 вопросов. Из них 20 касаются всей страны, еще 10 – Краснодарского края. Со 2 по 4 ноября для всех желающих на официальном сайте мероприятия будет проводиться онлайн-тестирование. Окончательные результаты опубликуют 10 ноября. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.